На 10 июльских дней Нефтекамск станет гостеприимным домом для гостей восьми стран. Но до этого необходимо решить вопросы с размещением и питанием, безопасностью, техническим оснащением, сопровождением, которое исключит языковой барьер и многим другим. Оформление всех площадок фестивальной программы, сцены, баннерами, растяжками, флажковой продукции, полиграфия. Все это будет нужно по этой линии работать с Вадимом Хакировичем, по самому, по самому связи, и финансируется это через министерство. В проведении международного фестиваля в Нефтекамске будут задействованы все службы и ведомства города. Необходимо обеспечить максимальный уровень организации. И, как было отмечено на совещании, необходимые ресурсы для этого есть. Отдельные моменты будут доработаны. По волонтерам на сегодняшний день мы список отработали. На сегодняшний день 48 предоставились по списку у нас педагогов, учителей, из которых мы, конечно, будем выбирать. Это учителя знаний английского языка, учителя французский и немецкий язык. Из них есть, посмотрим, есть там два претендента, которые для ведущих на башкирский, русский и на английский язык. Нефтекамск не первый раз встречает международный фестиваль. Мы с этим очень достойны и все довольны останутся. Так думаю, что отработаем как надо. Основные действия фестиваля будут проходить на главной городской сцене в парке культуры и отдыха. И, конечно же, зарубежные гости смогут ознакомиться с местной культурой. Нефтекамск несет на себе, можно сказать, наибольшую нагрузку. И у вас будет возможность в течение этих 10 дней показать не просто культуру, не просто традицию народов, которые у вас проживают в Нефтекамске или в округе. Они с удовольствием познакомятся с вашим городом, с вашей архитектурой, то есть со всем, что у вас есть. Это в течение 10 дней у них будет эта возможность. Сама программа фестиваля включает в себя торжественные церемонии открытия и закрытия, костюмированные парады по улицам города, форумы и выставки декоративно-прикладного искусства. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей.